Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Закон принят в более мягкой редакции, чем предлагали власти изначально. Там речь шла о 90%. Но условия в полтора мрот, по мнению экспертов, все равно являются большим препятствием для получения льготы. При этом предложение ряда депутатов распространить льготы на всех плательщиков ОСН или продлить их на 2021 год депутатское большинство отказалось поддержать. Получат преференции владельцы торговых площадей, если они предоставили скидки арендаторам во время пандемии. Предусмотрена с 1 апреля льгота по налогу на имущество организации. Налог можно будет снизить на сумму скидки по аренде. Программа Экономика. Единая для всей Кировской области транспортная компания. Все же будет решение принято на уровне правительства и администрации Кирова. Это будет региональный оператор-перевозчик. Сейчас уже готовятся заявки на обновление подвижного состава. Покупку автобусов на газомоторном топливе. Впервые идея такая прозвучала два года назад. Все это время чиновники заявляли, что вопрос прорабатывают. Обсуждалась возможность слияния кировского муниципального перевозчика АТП и областного КПАД. И сейчас, по всей вероятности, решение принято окончательно. Экономика. На 101 АФМ. Регион снизил долю госдолга на 20%. Об этом заявил губернатор, выступая с отчетом перед УЗС. По его словам, если в 2016 году, когда Игорь Васильев возглавил регион в качестве врио-губернатора, госдолг составлял 95% собственных доходов, то сейчас 72%. Это произошло как за счет погашения долга, так и за счет роста собственных доходов за 4 года. Он составил 8 миллиардов рублей и 22%. Экономика. Завершение о валютах. Доллар на сегодня 70-80. Евро стоит 80 рублей 84 копейки. Ольга Болезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика». На 101 АФМ.